МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Экспо-2017". Самое ожидаемое масштабное мероприятие. Это крупный международный проект. По словам организаторов, к концу этого года страны-участницы выставки начнут наполнять свои павильоны. Ожидается, что данное мероприятие посетят около 2 миллионов человек. Общее количество посещений составит порядка 5 миллионов. Здравствуйте, с вами Айсара Бесенова в программе «Зеленая экономика». Сегодня мы расскажем о подготовительных работах всемирной выставки Экспо. На выставках Экспо все государства мира демонстрируют свои лучшие технологические, научные и культурные достижения. Они формируют новую повестку Дня глобального развития. Ожидается, что предстоящую выставку в Астане посетят 2 миллиона гостей. 85% от общего числа составят казахстанцы, а 15% граждане иностранных государств. По словам экспертов, большинство из них приедут из стран СНГ и Китая. Значительное количество туристов также ожидается из Европы, Турции и США. В следующем году наша страна станет инновационной площадкой для демонстрации зеленых технологий. Энтузиасты со всего мира представят свои работы на тему «Энергия будущего». Напомним, уже назначено 76 комиссаров с каждого государства, подтвердившие свое участие. Как продвигаются дела по привлечению стран-участниц, узнаем у Азамата Сабитовича. Здравствуйте. Здравствуйте. Как продвигаются работы по привлечению стран-участниц Экспо-2017? Работы продвигаются планово. Как вы знаете, из 100 стран и 15 международных организаций, запланированных к участию на нашей выставке, за год до начала выставки мы имеем в своем активе 95 подтверждений от стран и 16 от международных организаций. То есть по международным организациям, в принципе, у нас наши целевые показатели все достигнуты, по странам ведется дальнейшая работа. С какими странами планируется вести переговоры? Это страны Европы, это Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария, Испания. Также такие крупные страны, как Россия, Китай, Иран, Пакистан, Индия. Сейчас работа ведется по подтверждению участия Соединенных Штатов Америки, также некоторые скандинавские страны и страны Латинской Америки. Какие ноу-хау планируют показать в Астане иностранные компании? В целом, если рассуждать по региональному принципу, будут на самом деле продемонстрированы самые последние достижения. Это также в сфере атомной промышленности, в сфере ветряной, солнечной, электро. Поэтому здесь как таковые отдельные проекты сейчас выделить сложно. Но помимо странового участия, также у нас будет на выставке отдельный павильон «Зона лучших практик». Существуют корпорации транснациональные, которые не имеют принадлежности к определенной конкретной стране. Так вот, эти корпорации будут тоже демонстрировать свои последние достижения. Королевство Саудовской Аравии подписало меморандум об участии на прошедшем Астанинском экономическом форуме. Павильон арабского государства будет состоять из двух частей. Его территория займет 734 квадратных метра. По словам посла этой страны, ожидания от этого мероприятия очень высоки. Саудовская Аравия рассчитывает экспортировать электричество, добытое через альтернативные источники энергии. Реально процесс перехода Саудовской Аравии к ВИА займет не менее нескольких десятилетий. Уже сейчас страна всерьез занялась реализацией «зеленой идеи». Для развития солнечной энергетической инфраструктуры руководство нашей страны предусматривает большие вложения, а именно до 2050 года планируем потратить только на солнечную энергию 104 миллиарда долларов. Кроме того, Саудовская сторона надеется, что новым направлением заинтересуются арабский малый и средний бизнес. По мнению посла, потенциал «зеленой модели» экономики огромен, и этот сектор нуждается в инвестициях. Мы верим в будущее данного сектора. Более того, до 2030 года планируем довести целевые показатели выработки до 9,5 гигаватт энергии за счет солнечных станций. Очень надеюсь, что Экспо-2017 станет хорошей площадкой для обмена опытом. Тем более между Казахстаном и Саудовской Аравией установились прочные отношения, которые имеют открытый и доверительный характер фактически по всему спектру двухстороннего сотрудничества. Хотелось бы отметить, королевству есть что показать мировому сообществу по тематике «энергия будущего». Зеленая экономика на сегодня – это новый тренд, с помощью которого в том числе создаются новые рабочие места. В зависимости от объема инвестиций мы можем судить, например, о важности этого сектора. По словам посла США в Республике Казахстан, Джорджа Крола, перспективы в области устойчивого развития просто невероятные. Поэтому в Америке тратят на эту сферу огромные деньги, как частные, так и госструктуры. Крупнейшие компании Кремниевой долины и высококвалифицированные специалисты в Сан-Франциско уже в полном объеме готовятся к предстоящей выставке 2017 года. На сегодняшний день весь мир начал понимать, что переход к зеленой экономике – это необходимость. Здесь огромные вложения, инвестиции в этой отрасли. Отрадно, что есть люди, которые действительно заинтересованы в развитии данного направления. В нашей стране самые лучшие компании. Стэнфордский университет разрабатывает множество проектов касательно зеленых технологий. Если вы знаете, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики между Соединенными Штатами и Казахстаном. И это касается не только нефти и газа, но и сферы развития альтернативной энергетики. Надо сказать, что США далеко не первое государство, которое стремится к энергетической экономии. Так уже на протяжении многих лет большинство развитых стран мира переводят инфраструктуру своих городов на сберегающие экотехнологии. В частности, речь идет о выделении субсидий и льгот предприятиям, где используются зеленые технологии. И США – один из лидеров данной работы. Мы не стоим на месте, мы развиваемся. Америка имеет опыт в технологиях, а Казахстан – огромный потенциал. Мы с радостью готовы сотрудничать с вашей стороной во всех сферах деятельности, промышленности, сельском хозяйстве и энергетике. Кстати, хочу обратить ваше внимание именно на Сан-Франциско. Этот город намеревается представить отдельный павильон на предстоящей выставке по теме «Энергия будущего». Соединенные Штаты Америки подтвердили намерение участвовать в международной выставке «Экспо-2017». Но официально еще договор не подписан. В текущий момент решаются технические вопросы на площадках павильона. По словам представителей национальной компании «Астана-Экспо-2017», многие зарубежные страны готовы сотрудничать со строительными компаниями Казахстана для создания своего зеленого уголка. Об особенностях размещения и условиях пребывания в будущем павильоне мы узнали непосредственно у организаторов. Здравствуйте! Мы знаем, что строительство «Экспо» близится к завершению. Когда начнут наполнять павильоны? Спасибо. Да, действительно, строительная работа сейчас ведется в соответствии с графиком. И в соответствии с этим графиком мы в октябре в месяц будем эти павильоны передавать международным участникам. Помимо этого, касательно наполнения, мы, конечно же, работаем над тем, чтобы весь павильон не был посвящен только технологиям. Что бы продемонстрировано кроме технологий? Мы просим эти страны, чтобы по наполнению этих павильонов, прежде чем представить свои концепции или дизайны, чтобы рассмотрели вопрос многосторонний. То есть посетители как в части экспертов или специалистов и в части тех, которые посетители, для которых будет интересно посмотреть не только, например, как культурно развивалась данная страна, но были ли у истоков этих культурного развития какие-то схожества с нашей культурой. Известно ли, что Казахстан может представить на этой выставке? Насколько мне известно, сейчас идет отбор тех или иных проектов, которые реализуются или которые находятся на стадии разработки молодых ученых, ученых, которые уже доказали свою потребность в области энергетики и так далее. Поэтому у нас есть национальный павильон, первый этаж, который будет посвящен работе Казахстана в области энергии. Есть ли особенные требования у стран-участниц? У нас есть разделение по площадям. То есть в зависимости от каждой страны, она вольна выбирать от 350 до 1000 квадратов. Мы предоставляем площадку экспо для всех, которые так или иначе работают или проводят определенную работу по продвижению технологий в области энергетики. Каков размер самого крупного павильона? Самая большая площадь, насколько мне известно, 1140 квадратных метров. И эта площадь не одна. Глобальная экологическая угроза заставляет мир серьезно задуматься над перспективами развития зеленых технологий и активно заниматься поиском решений по вопросам стабильного и долгосрочного энергообеспечения. Именно сейчас зеленая экономика рассматривается как важная модель инновационного антикризисного развития для мировой экономики. Оставайтесь с нами на телеканале 24КЗ и будьте в курсе экологических новостей. Остальные выпуски нашей программы смотрите на официальном сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова